С чем он будет полезен для вас? На фоне был человек. А вы откуда? А? А у вас интернет-то есть? Без интернета никуда, да? Вас можно снимать? Подарок дам. У нас самые большие на весь мировой интернет-ресурсы. Даже трудно поверить в это. Это вашим друзьям. На обратной стороне все сказано. Это брат мой, священник, крестец. О, это батюшка. У вас есть? Есть, у меня. Главное в жизни определиться, из-за чего ты явился в этот свет. А когда этой цели нет, человек куда угодно смотается. Зачем? Выключил человек, что так поговорить? А зачем это? Я не хочу снимать. У нас везде написано, он идет съемка. Да ничего такого нет, ты скажешь. Да, и вот человек на Афон съездил, посмотрел. Главный вопрос человек должен решить, для чего он родился на эту землю. А если этого нет, то это отсюда идет. А давайте революцию сделаем, а давай что-то сделали. Что будем делать, Игнатий Тихович? Смотрите, что творится в мире. Так что делается-то? Это мы малое счастье и кобидим знаем. Я вас не снимаю. Я хочу поговорить вот так. Зачем? Вот если мы доверяем Слову Божию, это Святая Библия. Давайте покажу. А вот так. А, нет. Там у нас все это написано, стрелка идет непрерывная. Тем более у нас, видите, наружное наблюдение. Вот мы стоим, а оно отпечатывается. Вот здесь, это гляньте, это гляньте. Вот, видите, на дворе прямо стоит где-то. У него что-то уезжает, а оно тут все охватывает. Вот человек, е-мое. Мы по улице идем, нас везде везде снимают, везде везде стоят. В этом ничего нету. Если я не преступник, мне прятаться не от кого. А зачем вы честный человек? Библия говорит об этом. Человек, совершивший убийство, грех не перестанет бегать. Ему всегда будет казаться, что за ним пришли. А у меня, если приходит милиция, то приезжает что-то спросить, как у вас тут дела идут. Я среди них работал. Даже преподавал у них. Человек рождается для будущего, не для сегодняшнего дня. Вас это если вычеркнуть у человека? Ну, все. Никакого Бога нет. Так от козявки человек завелся. Ну, маленько, то можно задуматься, откуда вся эта красота. Сколько насекомых, растений, деревьев, кустов, птиц, животных. Откуда такая разница? Да вот оно, эволюция. Слово эволюция нравится. Ну, а где эволюция? Ну, корова и лошадь. Разница есть? Ну, если есть разница, то перейти из одного в другое должны быть промежуточные изменения. Нигде нету, ни в раскопках, нигде. Нигде. И сегодня, говорят, вот столько-то было найдено в раскопках. Почему не найдут ни одного из стоянки людей? Ну, что-то там отпечаталось или топоры, сделанные там из какого-то булыжника. Больше 7531 года. Это от Адама по Библии. Всего 7531 год. Вся мировая история. Она уже к концу подошла. Если мы в это верим, все остальное становится тогда на место. Это объяснимо. Я, если заболел или у меня там что-то случилось, а почему я попал в аварию, я даже не спрашиваю. Я знаю, Бог знает, что мне надо. Я пошел, вот мы подходим к дверям, три поклона положили и пошли. У меня ничего не болело. Я вообще не... А нынче сразу четыре болезни. Прямо сразу ударили одновременно. Обложила этими как черьями там все это. Все ушло. Колени остались. Колени немножко болят. Ну, такие вот помогают. Диету пришлось сменить. Каждое утро занимаюсь гимнастикой. Хожу на мост. Это самый красивый. Доходим, помолимся и назад. Ян Затаус просто объясняет, что загробная жизнь здесь. А как доказать? Очень просто. Скажи, как ты думаешь, Бог, который сотворил этот мир, он справедливый? Ну, конечно. А справедливость на земле есть? Да какая справедливость? Такая бездарность над тобой командует, назначает цены. Он сейчас в деревне у нас с нуля начали-то. У него что ничмень. Пять рублей килограмм. Так какая же это цена-то? Он даже... Он даже о работу не может объяснить. Даже горючим взять не на что. Это же обман. А сидят старики, там коммунисты бывшие, я однажды попал на их собрание. И они... Это называется интервенция против зерна. Так и называется официальная интервенция. И они сидят... Ни один в поле не был. Они не знают, как техника дается. А он, чтобы шла работа, он в прошлом году там бульдозер взял, машину. И его долги где-то по 30 миллионов. Вот и все. И он кормит тысячи людей. А раз справедливости здесь нету, на земле, мы согласны. А Бог справедливый, отцу Златого Зла должно быть. Она где-то должна восторжествовать. Где? За гробом. Одни пойдут в рай, другие в ад. Все на этом кончилось. Промежуточного звена нету. А без веры в Бога человек идет на самое тяжкое. А раз ничего нету, все. Я вот эту статистику спрашиваю у молодых. Сколько людей на земле? Не знают. 25 ноября, вот прошедшее, ЮНЕСКО объявило ровно 8 миллиардов людей на земле живых сегодня. Восемь. Из них 2 миллиарда 450 миллионов христианцы признают. Которые знают, что за гробом что-то будет. Уж как исполняют это. Второе, почти 2 миллиарда мусульман, добавляй. Еще и Китай не тронули. И вот безбожники, которые ничего не признают. 8 процентов. Но судя по всему, что делается сегодня, примерно 99 процентов преступлений падает на них. А почему? Ничего нету. Вот сейчас какая-то там пожаловалась. Я не знаю еще 7 лет. Сколько девочки-то было затеяла там? Отец. С ребенком маленьким. У нас отец говорил, не грех задушить его. Ой-ой-ой. Представь себе. Она говорит, я говорю, ты знаешь, что есть такие органы полиции. Да, почему же ты не обиделась туда? Зачем он тебе нужен этот изверг? Издевается? Ну, я не знаю, в какой области там женщина живет. За Уралом где-то. Сегодня выставила в интернет. В Украине. В Украине она. А? В Украине. С Украины? Ну вот, с Украины. Разницы-то никакой нету. Если человек знает, что есть Бог, у него все меняется. Вот я в 23 года первый раз услышал, что книга есть Библия. У меня ее не было в руках. Мать сказала, нельзя в пионеры вступать, нельзя другое дело. Там женщинами. Меня Бог сохранил от этого. А остальное-то и выпивка была, и с товарищами. Хотел добровольцем пойти во лжи где-то. Легионеров набирали. Глупости из глупостей. А зачем? Ну, высшее знание французского языка. А что, соображаешь, нет? Нет. Это в армию еще. Нет. Грудину защищать. Ну, а как? Плыли, порой. А когда Библию-то дали мне в руки, я в это время служил на морплоте и работал на Балтике после армии. На берег сошел, чтобы в кино сходить. Корабль на ряде стоит. Пришли только. И бабушка идет. И вот я что любил, вот на это меня Бог поймал. Я любил бабушек. Такие они заброшенные, забитые там. А у нас отец инвалид войны, вот с фронта, руки нету. С матерью вместе полкласса не кончили. Десять ребятишек живых. Десять. И все в налог забирали. Вот вырастут какие там, высята были. Осенью придут, заберут. Ну, инвалиду войны. И с нами бабка. А бабка, это моя мама. Она бабушка. Три сына ушли, ни один не вернулся. Ну, можно какую-то поблажку дать? Никакой. Все под гребенком. И вот в это время, видя вот такую несправедливость, мне Бог дает руки в Библию. Бабушка идет, я спросил сумочки поднести ей. А где верующая? Она показала, да как вот здание какое-то, крест стоит. А я к ним, когда зашел там в Латыши. Город Венспус. И вот отсюда, я никогда не знал, что 27 сентября в 62 году для меня наступит новая эра. Совершенно полное изменение. Они дали мне новый завет, вторая часть Библии. Сами обедают. Я начал читать, это то, что я искал. Мне как будто бы голос какой говорит. Когда не зашли, я шестую главу пытаюсь переписать. Склонились молиться, я встал на себя, смотрю. Тот, который склонился и который встал. Это абсолютно разные люди. Ну, говорят, какая-то беда была, а вы болели. Маленько думать. Если на море пошел, хиликав там делать нечего. Там комиссия за комиссией идет. Но это не все. Я только что поступил в высшее мореходное. Это как университет морской. С 14 человек конкурс я прошел свободно. Сразу добиваюсь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на английском, на немецком или на французском. Ясно, что был бы не кочегаром. А в это время мне дали Евангелие. И я понял, что моя пустота, которую я освящал, кончилась. Теперь Бог даст мне другое. И вот обратился брат, стал священником. Мы были вместе песни. Если бы я не обратился, не было бы ее. Конечно. Не было бы ее дочери. Наверное. Ничего этого не было. Сколько за этим потянулось? Вот сейчас там выходит Степаненко-то. Миссионер. Он кандидат наук, что-то там такое. В университетах преподавал-то. А со мной встретились, он приезжал сюда. И моя жизнь изменилась в лучшую сторону. И женой лучше стало. А почему? Бог делает. Я постоянно добавляю. У меня нет гуманитарного образования, ни религиозного. Я просто самоуком у ног Христа просидел. А разговариваю уже со всяким разным. Вот это, вот дом. Вот это здание, не просто здание. По происхождению оно единственное на всю страну такое. Все говорят, как так? А так, когда я освободился, реабилитирован был, подал в суд. Мне должны вернуть, что изъяли. Я не виновен. А иск был не маленький. По тем временам 11 миллиардов. И 11 лет шел суд. Передвигали. И, наконец, выиграешь. А платить нечем. Судебный исполнитель пришла и сказала, А сделали ответственную городскую администрацию. Я перезвоню, Володь. Городскую администрацию. А КГБ стороне оказалось. А у городской администрации рассчитывать нечем. А судебный исполнитель говорит, Астиславкиным не рассчитаетесь. Арестуй считать. Не рассчитаетесь, если. Я арестовываюсь и считаю бюджетником. И приехал мэр города. Говорил, слышали. У нас 4 фотографии. Мы по рукам ударили, поцеловались. И он помог. И прокурор краю. Генерал-лейтенант. Мне близко был знаком. Арестуй. Ничего не надо делать. Делость Божия. Когда касается человека, тебе все открыто тогда. Ты знаешь, для чего есть. Вот это здание красненькое. Вы не загадайтесь, зачем оно есть. Там ночное кабаре. Там голая баба по столбам шарились. Все только не было. И вот я как-то к нему под... Оказывается, он решил дальше расширять свое это. И нас тревожить могут. Я подал запрос городской администрации. Нет. Я его сегодня приезжаю. Его нет. Умер. А вот здесь вот. Прямо на этом заседке. Двухэтажное здание было. Тут шум, гам. Помолились только. Его разломали. Увезли. Даже щепок нет. Не надо не воевать. Ничего не надо. Я просто возвал к Богу, которого я знаю. Это конкретно вот. Но это уже после жена его, Данелия, фамилия его продала. Теперь там какая-то поликлиника. Слава Богу, блин ему. Вот бордель. Ой. Ну да. Представь себе, что каторжнику государство отдает два дома. И вот эта ретерация. Вот это. Я только расписался и все. Оформили. Это, слава Богу. Это, слава Богу. Знаете, что будем делать-то? Как жить-то? Я что-то смотрю, что-то куда-то мы... Какие вопросы есть? Давайте, подходите, будем говорить. Да пусть отдыхаем. А он с дороги только. Сестра позвонила, что вы приедете. Ну, что будем делать? Я не буду вас снимать. Не-не-не. Не надо. Жить-то как? Что-то как-то... У меня даже такой вопрос появился. Держа Васильевна, садитесь рядышком. Да, все. А вот здесь. Занятия. Да, зайдите. Занятия. 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 Видишь, какие здания идут. Они вплотную к нам подходят. А, вот эти? Речной порт полностью убрали. И сейчас они вот на этом месте уже копают. Рядом прямо. А, ковш. Для нас это, если только они вылезут из этой ямы, это опасность. Они никого не спрашивают. Ну, меня, я думаю, Господь защитит. Потому что это расчет за... Руки какие. И тут кто-то вступит сюда. Ну, вчера пришли, тут все. Сестры подобрали, вымели. Господь помогает тем, кто помогает. Когда знаешь, что есть будущее, есть Бог. Как все по-другому? Мне восемьдесят три года. Мне... Никак не знаю ничего. Я благодарю Бога за все. Вот все, заходит Украина. Сегодня один. Они помешались на языке своем и везде. Слава Украине! Слава Украине! Крещат. Я говорю, кому слава конкретно? Расскажите. Не понимают. Ну, Украина что, вот так вот обвели это слово Украина? Ну, там кто-то живет? Кто живет? Давай. Мужчины где? Я там был. Депутаты приезжают только один раз в месяц. Выступили и опять за границей. Там и дети учатся. А то ваше? Ваше. Вы смуту эту сделали? Вы вплотную НАТО подтягиваете к границам. Вы дрожнили русского медведя в берлоге. Теперь получаете свое. Чего вы пятитесь-то? Вы это хотели? Получить. А Путин говорит прямо, нам пятиться некуда. Конечно. Шесть минут и ракеты над Москвой. А им это надо? Америкам все развороты делают. А мы как даже молиться? Мы не объедуем. На митинги не пойдем. Нет, конечно. Да. Мы будем их. Это вопрос важный? Да, важный. А как? Эпиграф я беру из пророка Иеремии. Это за 650 лет до Христа он был. 48 глава, 10 стих. Он говорит, проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто меч Господень удерживает от крови. Даже молиться за мир нельзя в Украине. Вот ответ-то какой. И главное, они пыжатся. Они что говоришь, они отметают. Ну как, ты против? А он сразу прикидывается, что не слышал. А это единственный верный ответ. Я его нашел в Священном Писании. А что, думаете, с Москвой будет? Мне думать не надо. 17-18 главы Апокалипсиса четко и ясно говорят, что город Вавилон будет сожжен в течение одного часа. Больше ничего нету. А куда вы знаете, что Вавилон Москва? Да-то они говорят, не я. Вавилон это Рим. Толкование. А дальше первый Рим. Второй Константинополь. Стамбул теперь. Москва перехватила сразу. В 1435 году. Мы третий Рим. И газета выходит такая. Ни один город в мире не претендует на это звание. А не третий Рим. То есть Вавилон. Зачем? Все. Одновременно. Вот выступает один там генерал армии Левашов, кажется. И он прямо говорит. Одновременно, если 150 ракет на нас летит, согласитесь, что задержать мы уже ничего не сможем. Одновременно. Вот когда перестройка-то была. Советские уничтожили. Ну, переломный момент был. 1500. А те 650, что ли, только. А почему? Так должно быть. Винять Горбачева. Нет. У меня получилось, сидел в одной камере с нами, преподаватель второй группы космонавтов в агродинамике, возле Анатолия Максимовича. И он говорит. А вы заметили, какая фамилия у нашего главного? Горбачев был. А что в его фамилии? Да ничего нету. Горбатый или как? Нет. Он на бумаге написал, я так лахнул. Вот вы живете с кем-то. Соседи у вас слева, справа. Возьмите первые буквы, соседи, спереди, сзади. Что получится? Да ничего. Абракадабра. А здесь Горбачев. Б. Брежнев. Бачев. А. Андропов. Ч. Черненко. Е. Ельцин. Четыре. Проветили один за другим в таком порядке, в одной фамилии. Это не придумать, это не сделать. А то у Бога уже они были все вычислены, как будут, и кто придет, закончит. И все. А как вы знаете? Три. Цифра три говорит об этом. Кто государство русское? Михаил. Романов. 1612 год. Второй Михаил. Царь Николай. 2 марта. Отвлекается пользу брата Михаила. Третий Михаил Горбачев пришел, поставил конец. По-религиозному. Князь Владимир крестит. Владимир Ульянов раскрещивает. И последний Владимир предаст антихристу все. Я не придумываю, я называю имена. Да, да. Там писали старцы. Вот как. А когда ты верующий, ты спокойно все воспринимаешь, как тебе, Господи, угодно. Знания вот эти, они не тяготят. Обычно люди, вот я учился. Я не учился. Я просто внимательно смотрю, что делается. А если вас обидят? Меня много раз пытались обидеть. Ну, как-то Бог защищает, даже никогда не придумаешь. Один встал, говорит. Да я там, я до ста лет, он там его живет. Ста лет, что-то он закопошился, начал-то. Я получаю письмо, умер. А что умер-то? Да у меня дед жил больше 110 лет, там начал говорить где-то. Я говорю, у Бога не это вымеряется, а его воля большая. Если Богу не угодно, значит, чтобы мы коптили зря время здесь. Вот смотрите как, вот здесь у нас храм. Здесь две квартиры. Не думали, не ждали. Тут, чтобы земля была сухая, он глубоко копать погреб. Именно все это сделали. Я просил, а сколько будет, ну, хотя бы квадратов 100. А дали 226. Вот как. И все документы опормили. Баварин был, я ни за что не платил. Вот только звонок, его сильно уважал народ. Он хороший девичка. Вот сейчас он в 2003 году родился. За рулем сидел сам. На скорости 140 километров шла. И только что прошел снег, потаяло, застыло и снова упал снежок. А в это время даже идти нельзя. Воробей садится и на своем хвосте ползет. И вот где у него там около моста, специально такая памятная доска, когда был, какой. Что мы каждый день идем туда и обратно. Я всегда останавливаюсь. Три поклона. Упокой, Господи, раба твоего Владимира. В интернете поставлено обычно. Родился. Умер. Жена. Дети. А у него прямо написано вероисповедание, православие. Я с ним разговаривал. И вот, а его учат сейчас ни родные, ни близкие. Никого больше нету. А мы ходим, первые три ступеньки на мост поднимаемся и просим Бога сохранить мост, от покусившихся на них, чтобы никто его не разрушил. Три полосы туда, три обратно. Длина 940 метров. Это вообще хороший человек. Слава Христу. Слава Христу. Все на этом стоит. Если Бога нет, тогда сила курит, пьет и он еще попал. Населения мало. А откуда оно будет больше? Дмитрий Иванович Менделеев, химик, он высчитал к 2000 году, если такими темпами, как при царе было, русских людей будет 650 миллионов. А сегодня даже 150 нету. Полмиллиарда. Какой Змей Горыныч сожрал? А почему? Только за перестройку 120 миллионов абортов. Что непонятно-то? Люди должны жить. Разрешают там эти разные гей-парады, то другое. Мужика на мужике женят. А Путин сказал, говорит, у нас людей и так мало, мы это не поддерживаем. Сейчас о молодежи надо, о детях надо думать. Мы молимся по велению Божьей за всех правителей, и Байдена, и Зелинского, всех поминаем. Господи, как Тебе угодно, да будет Твоя воля, не нам, не нам, на имени Твоем дай славу. Вы торопитесь, ехать надо. Ну с Богом. Я не могу больше вам полезен быть. Потихоньку. А Байденский приедет сюда? Сюда, на воскресенье я должен приехать. А на воскресенье? Да, он приезжает одну неделю там служит воскресенье, а потом через воскресенье сюда приезжает. У нас нет ни торговли, ни с тарелкой по храму не ходят, у нас ничего этого нет. Не нужно это вам. Он человек Божий. Старцы есть старцы. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Иисусу Христу!